Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3134. «Чье выступление считаете самым духовным, самым долговечным на соборе в Сан-Франциско?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все выступления в полноте не читал, но что было доступно, то перелопатил по несколько раз. Выступление Савченко вне конкурса, и оно будет первым на всех соборах по примирению и в будущем. Он просто представил места из Священного Писания, по истории новозаветной церкви провел, когда какие и где были раздоры и как мирились. Нечего придумывать, а нужно со смирением вглядеться в бывшее. 1 Коринфянам 10.6.11 «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Доклад священника Николая Савченко, Санкт-Петербург, РПЦЗ, на послеобеденном заседании первого дня работы 4-го Всезарубежного Собора. Восстановление евхаристического общения и преодоление разделений в церковной истории. Разделения и примирения в церкви ведут свое начало от самих праотцев, и история их очень богата и разнообразна. 1. Иаков имел сильное стремление к миру со своим братом Исавом, хотя тот ранее собирался убить его. Для примирения с братом он не пожалел богатых даров. Когда Иаков вернулся из изгнания, то братья примирились без споров о первородстве. 2. Праведный Иосиф не отомстил своим братьям в Египте, хотя те продали его в рабство. 3. Заключая их в объятия, он даже не требовал от них покаяния за этот явный грех. 4. И здесь радость и примирение оказалось чуждым любое притязание на главенство. 5. Самый большой подвиг становился уделом тех, кто приносил наибольшие личные жертвы и поступал в ущерб себе. 6. На истинных миротворцев часто ополчались обе стороны, но иногда настоящими миротворцами становились те, кто не спешил с объединением, а больше всего был озабочен твердостью основы для единства. 7. Заметное разделение в Ветхозаветной Церкви возникло во время правления Иисуса Навина. 8. Когда колено Рувимова и Гадова и половина колена Монассина, поселенные за Иорданом, соорудили себе подобие жертвенника. 8. Священное писание свидетельствует, что все остальные колена собрались и решили идти на них войной и разорить всю Зайорданскую землю за то, что те совершили раскол. 9. Но Финеес, сын Елиазара, священника, стал миротворцем. 10. Он обратился к Зайорданским жителям за разъяснением, и те ответили с клятвой, что они и не думали совершать жертвоприношение на этом жертвеннике. 11. И он предполагался лишь как подобие, чтобы удаленность главного жертвенника не стала причиной отчуждения жителей от веры в единого Бога. 11. Тогда и остальные одобрили такой поступок, как повествует об этом Священное Писание. 12. Иисуса Навина, 22.30. 12. И в Ветхозаветной Церкви воцарился мир. 14. Внутреннее разделение возникло в Ветхозаветном народе при Судье Иефае. 14. Тяжелое внутреннее разделение возникло в Ветхозаветном народе при Судье Иефае. 15. Галаадитянине. Колено Ефремова обвинило Иефае в том, что он не позвал их на войну против аманитян и обещали сжечь его со всем его домом. 15. Сначала Иефае призывал к миру, судей 12.3, но затем собрал всех жителей Галаадских и разбил своих обвинителей. 15. Вражда между единоверными братьями стала такой сильной, что победители убивали на переправе через реку всех, кто своим наречием выдавал принадлежность к Олену Ефремову. 15. И пало в то время из Ефремлян 42 тысячи. 15. Книга Судьи 12.6. 15. Пятое. 16. Священное Писание говорит, что вскоре после этого народ еврейский а нечестивился, и преданы были сыны Израилевы в руки филистимлян на 40 лет. 16. Очень разрушительное разделение ветхозаветного народа произошло после избавления народа от филистимлян и смерти Самсона. 16. Когда в Гиве, городе Колена Вениаминова, была убита жена Левита, то все остальные колена ветхозаветного народа постановили требовать выдачи развращенных жителей Гивы на справу. 17. Однако колено Вениаминова в полном составе воспротивилось этому. 17. Сыны Вениамина были неправы. 18. Священное Писание говорит о том, что Сам Господь благословил все колена победить одно колено Вениаминова в бою. 18. Однако победители приступили благословение Господне и настолько ожесточились, что принесли великое зло. 19. Они убили мечом и сожгли огнем всех людей и все города Вениаминовы, так что из всего колена уцелело лишь 600 мужчин на скале Риммоны. 20. Лишь после этого был объявлен мир. 21. Весь народ с плачем обращался к Богу, сожалея и раскаиваясь, что целое колено оказалось искорененным. 22. Все люди устроили жертвенник и приносили Богу мирные жертвы. 23. Трудно даже представить, какая пропасть пролегла тогда посреди народа. 24. Примирение было чрезвычайно трудным и, быть может, для этого примирения первым царем был поставлен от Бога Саул, происходивший именно из колена Вениаминова. 25. Возможно, что таков был промысел Божий. Царь из отверженного колена стал примирителем всего народа. 27. Новое разделение последовало в конце царствования Саула, когда он потерял благоволение Божье, а избранником Божьим стал святой пророк и псалмопевец Давид. 28. Большинство народа полюбили Давида за его кротость, но некоторые из ложного послушания царю Саулу считали Давида изменником и стремились убить его. 29. И одни, и другие были верующие в истинного Бога, но были разделены враждой между собой. 30. В своем ожесточении Саул дошел до того, что заодно лишь предоставление крова Давиду приказал умертвить 85 священников, а затем и уничтожить дотла вместе с женами и детьми их народ Номву. 30. Их город Номву. 31. Может показаться, что после убийства священников Саул уже был недостоин примирения, но кроткий Давид, несмотря на это, все равно называл Саула царем, считал себя его слугой и призывал к миру. 31. Дважды у Давида была возможность поразить Саула, но он убежденно не воспользовался этим. 31. Святой пророк и псалмопевец проявлял милость даже при том, что к Саулу священное писание обращается словами «Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим». 31. Царств 28. 17. Это значит, что пророк проявлял миролюбие даже к тому, кто назван врагом Божьим. И за такое миролюбие он прославляется. Разделение в народе продолжилось и после смерти Саула. 32. Восьмое. Когда большинство народа восстали против Давида и помазали на царство сына Саула Иавосфея, за Давида стояло лишь меньшинство. 33. И хотя и Иавосфей вел несправедливую кровавую войну против Давида, последний всегда стремился к миру и даже не считал Иавосфея врагом. 34. А когда Иавосфей был коварно убит на постели своими приближенными, то Давид скорбел о нем и назвал его дословно «человеком невинным». 2. Царство 4.11. Хотя, по мнению всех, именно этот человек был повинен в братоубийственной войне. 9. Много позже против Давида вновь поднялись все колена, кроме колена Иудина. Они провозгласили царем его сына Авессалома. И Давид вынужден был снова спасаться бегством. 10. Много раз при чтении Псалтири мы слышим, как Давид взывает их к Господу об избавлении его от преследования врагов. 11. И вдвойне прискорбно, что этими врагами пророка оказываются не язычники, а его единоверные собратья, верующие в Бога истинного. 12. Во время войны с Авессаломом Давид тоже всегда проявлял миролюбие. 13. Когда братоубийственное сражение было уже неизбежно, то он просил своих военачальников сделать все, чтобы сохранить жизнь Авессалому. 14. И как только тот был поражен со всем войском и погиб, то Давид был повержен в скорбь и нисколько не радовался своей победе. 15. Истинной правдой звучат слова псалмопевца. 15. Долго жила душа моя с ненавидящими мира. 10. Миролюбивый дух святого псалмопевца хорошо описывает следующий случай. 15. Один из родственников Саула громко злословил Давида и бросал камни в него. 16. Окружающие Давида просили его позволить казнить недоброжелателя. 17. Но миролюбие царя и пророка было непоколебимым. 18. Он остановил своих слуг такими словами. 18. Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. 19. Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. 20. Второе царство 16. 11. 12. Святой псалмопевец склонил к себе сердце всех врагов его, что, призывая к миру, называл их братьями своими, своей плотью и кровью. 21. А начальнику вражеского войска Амиссаю даже предложил стать начальником своего войска. 22. Главному врагу предложить командовать своим войском – это настоящая святость. 23. Только таким святым и жертвенным миролюбием Давиду удалось достичь примирения в народе. 24. Разделения в единоверном народе иногда напрямую касались и ветхозаветной церкви. 25. Так в конце царствования Давида часть народа провозгласила царем не наследника Соломона, а его старшего брата Адонию. 26. Провозглашение Адонии царем состоялось при участии самого первосвященника Авиафара. 27. Но это было нарушением воли царя Давида. 28. Тогда, по его повелению, пророк Нафан и священник Садок помазали на царство Соломона. 29. Возникшее разделение уврачевалось. 30. Адония со своими приближенными был прощен, а первосвященником вместо Авиафара стал Садок. 31. И здесь примирению содействовал дух любви, братолюбия и милосердия. 31. Но иногда разделения в единоверном народе происходили и по воле Божией, во избежание грехов и опасностей. 31. О разделении такого рода говорит пророк Исайя. 31. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. 32. Пророк Исайя 45.18. 12. Так еще до смерти Соломона пророк Ахия Силамлянин сказал будущему царю израильскому Иеравааму. 13. Так говорит Господь Бог Израилев. 14. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним. 3. Царство 11 глава 31-32. Это было сделано для того, чтобы обезопасить часть ветхозаветного народа от языческих обычаев. Но Соломон не понимал промысла Божия и желал убить Иераваама как раскольника. Из-за этого вновь возникло разделение в народе. 13. После смерти Соломона и его сына Раваама отделились все колена, кроме Иудина и Вениаминова, то есть большинство народа. Раваам уже намеревался идти войной на единоверных своих братьев за раскольничество. 13. Но человек Божий Самей получил от Бога пророчество. Так говорит Господь. Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, с сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. 3. Царство 12-24. Это разделение произошло до отпадения Иераваама в язычество. Примирение двух царств последовало уже после покаяния Ахава, царя Израильского, и при Асафате, царе Иудейском. 4. Заслуга примирителя народа в истине в этом случае по праву лежит на святом пророке Ильи. 5. В свою очередь о нетвердом мире изрок прок Иеремия. 5. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. 5. Иеремия 6-14. 14. Когда Новохудоносор, царь Вавилонский, пришел к Иерусалиму, то в среде народа тоже возникло разделение. 15. Книга Иеремии свидетельствует, что когда пророк призывал Сидекию, последнего царя Иудейского, сдаться на Новохудоносору, то тот отказывался, ссылаясь на вражду к нему тех иудеев, кто уже прекратил сопротивление. 15. Иеремия 38-19. Сам Сидекия верил в истинного Бога, но не слушал обличительных слов пророка Иеремии. 15. Должно быть, верующие в Бога были и среди покорившихся царю Вавилонскому, и среди тех, кто продолжал сопротивление. 16. Об этом времени внутренней вражды говорит пророк. 16. Я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга. 16. Иеремия 13-15. И в другом месте говорит, ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления. И вот ужасы. 16. Иеремия 14-19. Видимо, примирение в народе наступило уже в плену в Вавилонском. 17. Разделения и смуты в народе случались не только во времена несчастных, но и в годы особых благословений от Господа. 18. И далеко не всегда начинались разделения от поводов политических, но нередко от чисто религиозных. 15. Так, когда после пленения Вавилонского народ приступил к строительству храма, 16. То не все верующие в истинного Бога были допущены к этому. 17. Строители из колен Иудина и Вениаминова ссылались на повеления Кира Персидского и не допускали некоторых верующих. 18. Обиженные со своей стороны увлекали народ и производили смуты, так что строительство было даже прекращено на два года до воцарения Дарьи. 18. При этом те, кто не был допущен к строительству храма по свидетельству Священного Писания, тоже поклонялись Богу и приносили Ему жертвы. 18. Вторая ездра 5.66 Пункт 16. Следующее по времени происшествия разделение напрямую касалось церкви и даже прямо ее возглавления. 18. В начале царствования Антиоха Епифана праведный первосвященник Ония был изгнан нечестивым Иосоном. 18. Последний заплатил деньги Антиоху Епифану за назначение его первосвященником. 19. Священное Писание называет Иосона словами «безбожник, а не первосвященник» 2 Маковейская 4.13 После Иосона таким же нечестием и через подкуп стал первосвященником Менелай. Нечестие первосвященников не нарушало благодатности таинств в храме, но вызвало справедливое возмущение в народе и разделение. Лже-первосвященник Менелай повелел убить изгнанного Онию и подавить народное выступление. Он, видимо, считал, что единство от церкви можно достичь в подавлении. Тогда возникло разделение в народе и духовенстве. По свидетельству Иосифа Флавия в Иудейской войне они искали помощи против своих единоверных братьев у Антиоха Епифана, а другие у Птоломея Египетского. Сын убитого Онии, тоже по имени Ония, бежал в Египет, где с разрешения Птоломея построил второй храм с жертвенником. И в нем начались службы с полным соблюдением обрядов. Как раз перед этим Антиох Епифан захватил Иерусалим, превратил храм Иерусалимский в языческое капище и начал жестокое гонение на веру в истинного Бога. Этим гонением были наказаны все, кто пытался опираться на Антиоха Епифана в своей вражде против единоверных братьев. Противная же сторона, искавшая поддержки против своих братьев в Египте, была наказана своим гонением при Птоломее, Филопаторе. В Третьей Маковейской книге повествуется, как Филопатор возненавидел народ еврейский в Египте и готовился уничтожить его весь до последнего младенца, если бы не произошедшее чудо. В те годы храм в Египте объединил вокруг себя всю эмиграцию. После освобождения Иерусалима Иудой, Маковеем и возобновления жертв в Иерусалимском храме, египетский храм сохранился. Примирение с эмиграцией не помешало египетскому храму существовать и дальше. Он действовал и в дни земной жизни Спасителя. Из повествования Иосифа Флавия следует, что ветхозаветный народ на родине признавал эмигрантский египетский храм. В оправдание существования египетского храма приводились пророчества из Священного Писания. 17. Последнее значительное разделение внутри ветхозаветной церкви произошло при первосвященнике Геркане, сыне Александра Иоанная, правнуке Симона Маковея и современнике Юлия Цезаря. 18. Одна часть народа стояла за первосвященника, а вторая за царя Арестовула, брата первосвященника. 18. Вражда дошла до военных столкновений с большим кровопролитием. 18. Тогда первосвященник призвал на помощь римлян. 18. Римский полководец Помпей с большим войском взял приступом Иерусалим, и половина народа добровольно сражалась на стороне римлян против своих единоверцев. 19. Другая же половина самоотверженно сопротивлялась римлянам, при этом горячо веруя в помощь Божию. 19. Иосиф Флавий описывает, что когда римляне ворвались в Иерусалимский храм, то были поражены, что несмотря на кровопролитие, кругом священники благоговейно совершали службы, нисколько не замечая окружающего и ни во что не ставя свою жизнь. 20. Этот пример свидетельствует о глубокой вере духовенства, хотя при этом они были в разделении со своим первосвященником Гирканом. 21. Вмешательство римлян только разошло внутреннюю вражду. Первосвященник Гиркан был поставлен римлянами царем. 22. Однако часть народа отнеслась к пришествию римлян как к оккупации и сопротивлялась ему. 23. Побежденные противники римлян бежали и продолжили свою борьбу под именем Зелотов. 24. Это произошло ровно за сто лет до крестных страданий нашего Спасителя. 25. Зелоты часто давали всему народу пример самоотверженности и бескомпромиссной верности своей вере. 25. Но они в то же время были в глубокой вражде к сторонникам римлян. 26. Примирение тогда было делом невозможным. 27. Народ и духовенство старались защитить Зелотов и умиротворить всех. 28. Но Ирод был главным разжигателем вражды. 29. По приказу Ирода все законные наследники престола были убиты и изгнаны. 29. Царь и одновременно первосвященник Гиркан вместе с частью народа вынужден был уйти в эмиграцию в Порфию, где скрывался много лет. 30. Большинство народа признавало царем изгнанного Гиркана, а не Ирода. 31. Иосиф Флавий упоминает, что Ирода льстиво обращался в письмах к эмиграции и к Гиркану, говоря им, что пришло время примирения. 31. Эмигранты уговаривали Гиркана не верить Ироду, но тот по своей простодушности приехал к Ироду и был сразу казнен. 31. Эмигранты-зелоты в Порфии не могли смириться и с тем, что в Иерусалиме Ирод начал по своей воле назначать, смещать и казнить первосвященников. 32. Это было сильнейшим нарушением правил, но несмотря на неканоничность избрания первосвященников, жертвы в храме были благодатными. 33. После смерти Ирода, по свидетельству Иосифа Флавия в иудейских древностях, первосвященников стал назначать Архилай, а последние пять первосвященников до Каяфы назначались римским прокуратором. 33. Так что если кто-то скажет, что выбор первосвященника безбожниками привычен, то такому надо вспомнить про Каяфу. 34. Разделение с зелотами не завершилось и во время земной жизни Спасителя. 35. При рождении Спасителя ангельская песня возвестила всем, что на землю принесен истинный мир, и сам Бог многократно называется в Священном Писании Богом Мира. 36. Мир есть один из плодов Святого Духа. Его заповедал Христос ученикам словами «Мир имейте между собою». 36. Евангелие от Марка 9, 50. И в последней своей беседе с учениками Спаситель сказал «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». 37. Иоанна 14, 27. Конечно же, истинный мир сильно отличается от нетвердого мира, о котором сказано «Я пришел принести не мир, но меч». Матфея 10, 34. Или «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». 1 Фессалоникийцам 5, 3. В новозаветной церкви соблазны разделений имели место с самого начала. Так еще святой апостол Павел обращался в посланиях с увещанием к коринфским христианам с призывом уберегаться от разделений. Позже смута в коринфской церкви значительно усилилась. Для умиротворения христиан святой Климент Римский обратился с посланием к коринфянам. Среди коринфян оказалось некоторое количество ненавистников мира, которые смущали и разделяли верующих. Видимо, умиротворение церкви не могло быть достигнуто простым отлучением любителей смуты. Святой Климент обращается не к смутьянам, а к благоразумным христианам и призывает их не верить любителям смуты. Это означает, что разделение пустило глубокие корни. 18. Большой внутрицерковный спор возник по вопросу о праздновании Пасхи, когда римский Папа Виктор объявил Осийские церкви отлученными за празднование Пасхи в день 14-го Несана. Евсевий Кисарийский так говорит об этом. Цитата. Не всем, однако, епископам пришлось это по душе. Викторов говаривали подумать о мире, единении с ближними, любви. Из этих слов следует, что часть епископов все-таки поддерживали Виктора в его стремлении к отлучению братьев. Но другие иерархии, и в первую очередь святой Ирине Ливонский, горячо выступили против такого разделения. Церковь обе стороны разделения считала своими чадами. Благодаря миротворцам разделение в церкви не углубилось, а окончательно празднование Пасхи было установлено на Первом Вселенском Соборе. В начале 3-го века возникло разделение в римской церкви. Это произошло при папе Калистия в 217-222 годы. Тогда от него отделилась часть паствы во главе со святым Ипполитом Римским. Отделившиеся не могли смириться с тем, что новый римский папа, в отличие от своих предшественников, допускал священство двоебрачных и третьебрачных и принимал в общение всех ранее отлученных. Церковь ни одну из групп не посчитала раскольниками. Калис считается римским папой, и на его стороне было большинство, а святой Ипполит почитаем за свою ревность и ученость. И его по прошествии времени стали называть епископом римского пригорода Ости. Профессор Болотов утверждает, что разделение продлилось до 235-го года, когда обе части римской церкви примирились и избрали нового римского епископа Антероса. 20. Однако, если в этом случае обе части церкви проявляли братолюбие, то через 16 лет, в 251 году, когда снова возникли подобные споры, одна из сторон уже не имела никакого стремления к миру. 21. Разделение возникло в Александрийской церкви при святом Дионисии Александрийском. 22. Эта смута имела повод политический. 22. Тогда Египет откололся от Рима и провозгласил своего собственного императора. 23. Часть верующих в Александрии поддержали его, а другие стояли за римского императора Галлиена. 23. Евсевий Кисарийский в церковной истории приводит выдержку из письма святого Дионисия по поводу этой внутрицерковной смуты. 24. Из этого письма видно, что Александрийский святитель изо всех сил старался примирить враждовавших. 24. Стоял над этой смутой и даже говорил, что из-за разделения он не может побеседовать с самим собой и посоветоваться с собственной душой. 24. Свидетель воспринимал это разделение как разделение своей собственной души. 25. Эта смута прекратилась в 261 году и благодаря святителю-миротворцу церковь вышла с честью из испытаний и перед лицом верующих и даже перед лицом римской власти. 22. Свидетель Дионисий Александрийский проявил свое миротворство. 22. И в спорах о крещении еретиков. 23. Тогда епископ римский Стефан заявил о своем разрыве со всеми церквами Африки и многими восточными церквами за то, что они под водительством святого Киприана Карфагенского перекрещивали всех еретиков и даже раскольников. 24. Стефан Римский также почитается церковью во святых. 25. Память 2 по новому стилю 15 августа. 25. Святой Дионисий вел примирительную переписку не только с самим римским епископом, но и с несколькими римскими присвятерами, стремясь и через них мирно повлиять на всех. 25. Его усилия увенчались успехом. 25. При римском епископе Ксесте в 257 или 258 году церковное общение было восстановлено. 26. А при следующем епископе Римском Дионисии внутри церковный спор утих, и в церквах настал мир. 27. И Карфагенская, и Римская церкви остались при своих прежних обычаях. 28. Мняще сие мудрствование свое вольное бытие противного же не в меняху в ересь. 28. Так говорится об этом у Барония в церковно-славянском переводе. 29. К сожалению, не все в африканских церквах имели мирный дух. 30. Некоторые неразумные последователи святого Киприана позже составили ядро раскола донатистов и совершенно откололись от церкви. 31. Большие внутренние смуты постигали церковь перед гонением Диоклетиана. 31. В то время весомым было мнение, что само Диоклетианово гонение постигло христиан за внутрить церковные раздоры. 31. Такое мнение излагает Евсевий Кисарийский в церковной истории. 32. Он следующими словами описывает эти события. 33. Мы стали завидовать друг другу, осыпать друг друга оскорблениями и только что при случае не хвататься за оружие. 34. Предстоятели церквей ломать друг от друга словесные копья, миряне восставать на мирян. 35. Творили мы зло за злом, а наши мнимые пастыри, отбросив заповедь благочестия, со всем пылом и неистовством ввязывали ссоры друг с другом. 36. Умножали только одно – зависть, взаимную вражду и неность, раздоры и угрозы. 37. К власти стремились так же жадно, как к тирании тираны. 38. Книга 8. Глава 1. Евсевий Кисарийский замечает об этом с нежеланием и кратко, но в его повествовании внутрицерковная вражда стала единственной духовной причиной гонения. 24. Одним из самых известных внутрицерковных разделений стало разделение в Антиохии во второй половине 4 века. 25. Тогда в Антиохии возникли сразу две группы православных, разделенных между собой. 25. Евстафиан поддерживал святой Афанасий Александрийский, а также римский епископ и весь Запад, а святого Милетия поддерживали восточные отцы. 26. Примирительные усилия начались немедленно. 27. На соборе 378 года было решено по свидетельству бароне, что оба архиерея управляют каждой своей паствой, а после кончины одного происходит объединение. 27. Но стороны не были готовы к этому. Святой Милетий отошел ко Господу в 381 году после Второго Вселенского Собора. 28. Бароний упоминает, что после кончины святого Милетия некоторые мудрейшие и старейшие, и в их числе святой Григорий Назианзен, призывали не назначать нового епископа. 28. Однако на место святого Милетия был поставлен Флавиан, и разделение продолжилось. 29. Для многих это означало нарушение прежних договоренностей, и поэтому вызвало смущение. 29. Так, например, римская церковь не признала избрание Флавиана и поддерживала епископа Павлина. 30. Когда вскоре в 382 году умер епископ Павлин, то на его место был избран и поставлен епископом Евагрий. 31. Теперь другая сторона нарушила прежние договоренности, и все восточные епископы были против этого. 31. Но при этом избрание Евагрия произошло сведомо римской церкви, о чем свидетельствует бароний. 31. Он говорит, что Евагрий был избран, цитата, «соизволящую епископу римску». 31. Сам Евагрий жил недолго и плачил примерно в 384 году. 31. Тогда было решено не поставлять епископа на его место, но разделение все еще продолжалось, и Евстафиане остались без епископа. 31. Одновременно с этим епископа Флавиана по-прежнему не признавали на Западе, и в 391 году его пытались вызвать на суд Собора Западной Церкви. 31. В историях Сократа и Саземена молитяне даже называются раскольниками, но такое наименование лишь плод смуты. 31. На самом деле церковь никого не считала раскольниками. 31. Это внутрицерковное разделение отражается в трудах святого Иоанна Златоуста. 31. В 380-е годы святой отец был пресвитером в Антиохии и был на стороне святого Милетия и Флавиана. 31. Как святой Иоанн относился к этому разделению, в которое сам был вовлечен? 31. После 387 года им было написано толкование на послание святого апостола Павла к Ефесянам. 31. В 11-м норовоучении этого толкования святой Иоанн прямо говорит о Евстафианах. 32. Уже ли вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать хиротонии? 33. Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдена последняя? 34. Надобно одинаково стоять как за веру, так и за благодать священства. 35. Под словами «погибла благодать хиротонии» Златоуста здесь понимает прекращение епископства у Евстафиан. 36. Но все равно здесь мы слышим достаточно резкие слова обличения. 36. Так что даже можно подумать, что святой Иоанн не считает Евстафиан православными. 36. Однако такая мысль обманчивая. Она исчезает после прочтения его следующих слов. 37. Святой Златоуст вдруг добавляет. 38. Мы готовы уступить свою власть кому вы хотите, только пусть будет церковь едина. 39. Из 11-го норовоучения. 39. Становится ясно, что в годы самого глубокого разделения в Антиохии, 40. Святой Иоанн хотя и обличал противную сторону, но ради мира и единства церкви 40. Даже готов был уступить свою духовную власть в пользу противоположной стороны. 40. Не каждый может укорять противоположную сторону и тут же давать согласие, 40. Подчиниться обличаемым ради мира. 41. Наверное, именно такой подход и позволил со временем примирить две ветви церкви. 41. Блаженный Феодорит Кирский ставит в похвалу и заслугу епископу Антиохийскому Александру, что он сумел своей кротостью 41. Окончательно примирить православных. 41. В книге 7 церковной истории Феодорита говорится, что епископ Александр 41. Сам пришел в церковь Евстафиан для окончательного примирения. 42. А вся площадь была покрыта народным морем, 43. Так как все приветствовали конец разделения. 42. Святой Иоанн Златоуст был настолько предан церковному миру, 43. Что ради этого мира претерпел гонения и саму смерть. 43. Хотя он был несправедливо судим на соборе в Дубе Халдионском, 44. Но по отношению к своим гонителям проявлял миролюбие. 44. Неоднократно он сдерживал преданный ему народ от бунта, 45. А покидая Константинополь просил всех подчиниться новому архиерею и своему гонителю. 45. В последних своих словах святой Иоанн даже просил прежних жертвователей отныне с той же ревностью давать свои деньги его гонителям. 46. Это есть несомненное и сильнейшее проявление миролюбия. 47. Из-за несправедливости в отношении святого Иоанна Златоуста возникло разделение в церкви. 47. Весь Запад разорвал общение с Востоком и разрыв продолжался до тех пор, пока Златоуст не был посмертно оправдан. 48. Народ в Константинополе избегал ходить в те церкви, где поминалось его имя. 49. Нет никаких сомнений, где не поминалось его имя. 49. Нет никаких сомнений, что и одна и другая сторона в этом споре были православными. 49. Профессор Карташов в книге «Вселенские соборы» упоминает, что окончательное примирение со сторонниками Златоуста произошло в 438 году при архиепископе Прокле. 50. После торжественного принесения мощей святого. 50. Это означает, что разделение продолжалось больше 30 лет. 50. Хотя все поместные церкви уже были в общении и уже прошел Третий Вселенский собор. 51. И имя святого Иоанна Златоуста давно было в диспутах. 51. Но по всей видимости, самые ревностные сторонники святого... 52. Так, еще раз... 53. Хотя все поместные церкви уже были в общении и уже прошел Третий Вселенский собор, и имя святого Иоанна Златоуста давно было в диптихах, 53. Но по всей видимости, самые ревностные сторонники святого отца не верили в искренность перемены в прежних гонителях. 54. Видимо, на них не способны были повлиять простые логические аргументы об их изолированности. 54. Профессор Карташов упоминает, что архиепископ Прокл намеренно просил... 55. Разрешение царской власти на перенесение мощей святого для примирения в народе. 55. При жизни святого Иоанна Златоуста произошло еще одно внутрицерковное разделение. 55. Святой Епифаний Кипрский потребовал от святого Иоанна анафематствовать Оригена. 55. А когда тот отказался, то возникло новое разделение между Кипрской и Константинопольской кафедрами. 55. По той же причине Кипрская церковь оказалась в недолгом разделении и с Иерусалимской церковью. 55. Много позже на Пятом Вселенском соборе труды Оригена были анафематствованы. 56. Таким образом, хотя разделение и было вызвано вероучительными вопросами, и Кипрская церковь как бы предвидела будущее, но противную сторону никто сейчас не осуждает за почтение Оригену. 57. Это означает, что истинное миролюбие иногда даже покрывает формальную неправоту. 27. Святой Григорий Богослов также был вовлечен в одно внутрицерковное разделение и принял участие в примирении. 58. Его отец, святой Григорий Назианзен, подписал соборный документ, неверно излагавший исповедание веры. 59. В ответ часть монашествующих отделилась от своего архиерея. Отделившиеся были ревнителями Никейского собора. 60. Оба святых Григория терпеливо трудились для восстановления единомыслия. От них не слышно было угроз или анафем, отделившимся ревнителем. 61. Ревнители со своей стороны также были трезвы и умерены в своих суждениях. 61. В своем слове о мире святой Григорий нигде не упрекает отделившихся и даже наоборот отмечает, что разделенные больше защищали противную сторону перед внешними, чем спорили с ними. 62. В том же слове о мире можно найти даже свидетельство, что некоторые отделившиеся ревнители-монахи были рукоположены сочувствующими им епископами. 63. Значит были и архиереи-ревнители в этом разделении. 64. Как было относиться святому Григорию к тем пресвятерам, кто был рукоположен противной стороной на чужой, так сказать, канонической территории? 64. Конечно же, святой Григорий относился к ним совершенно без всякой вражды и как к братьям. 64. Вот какими словами святой Григорий говорит об этом. 65. Тех, которые были поставлены главами отделившихся, как поставленных ради благочестия и в пособие страждущему православию, мы принялись с любовью и обходились не как с врагами, но как с братьями. 65. Обнялись с теми, которые возмутились против нас ненадолго за отеческое наследие. 66. Впрочем, возмутились по-братски, а не злонамеренно. 66. Вражду их мы не похвалили, но ревность одобрили. 67. Ибо несогласие за благочестие гораздо лучше согласия по какой-нибудь страсти. 67. Такой духовный подход становится напоминанием всем, кто готов внутрицерковные смуты поставить превыше всего и все свои силы направлять на споры. 67. Но с другой стороны, это и напоминание всем, кто думает достигать единства насилием и обвинением противной стороны. 68. Действительно, несогласие за благочестие – это сильнейшее оружие церкви против лжеучений, насилия гражданской власти или нравственных прегрешений. 69. Несогласие за благочестие имеет большое врачущее действие, но оно должно быть сопряжено с миролюбием и смирением. 69. Сам святой Григорий показывает в слове о мире свое смирение в следующих словах. 70. Из сильной любви к Богу и ко Христу мы разделили Христа. 71. Из-за истины стали лгать друг на друга. 72. Ради любви получались ненависти. 73. Смирение святого Григория становится даже сильнейшим самоуничижением в следующих фразах из того же слова. 73. Лукавый, раздравший, нераздираемый, неразделимый и весь тканный хитон присвоил его весь себе, успев через нас сделать то, чего не мог сделать через распинателей Христовых. 74. Из этих слов видно, что святой отец в стремлении к примирению уничижал себя до последнего и сравнил себя даже с распинателями Христовыми. 75. Это случилось из-за того, что он считал себя причастным в вине за разделение. 75. Не следует ли каждому православному считать себя виновником внутри церковных разделений на примере святого Григория? 76. Одним за попустительство греху, а другим за неразумно суровое обличение. 76. Святой Василий Великий также не остался без укоров со стороны ревнителей. 76. Из желания примирения немощных он иногда умалчивал в проповедях о божестве святого духа. 76. Это вызывало споры и возмущения твердых ревнителей Никейского собора. 76. Некоторые даже отделялись от общения с ним и находили опору себе в западной церкви. 77. В письме к италийским и гальским епископам от 372 года вместе с 32 архиереями и в том числе со святым Григорием Богословом и святым Милетием Антиохийским, 77. Святой Василий сообщает, что кроме притеснений от Ариан, большим бедствием для церкви стала смута среди православных. 78. Письмо дословно говорит, что разделение среди православных довели церковь, цитата, до крайнего изнеможения. 79. Однако истории неизвестны никакие притеснения ревнителей со стороны святого Василия. 79. Он никого из ревнителей не называл раскольниками и лишь скорбел о разделении в церкви и многократно писал примирительные письма римскому епископу. 80. Однако, будучи миролюбивым по отношению к ревнителям, он был бескомпромиссно тверд против лжеучений и ересей. 80. Святой Афанасий Великий претерпел много земных несчастий и несчастий не только от Ариан, но и от своих собратьев православных. 80. Ариане хитростью разжигали недовольство среди православных против святого Афанасия, так что весь антиохийский поместный собор был в разделении с ним. 80. Сам святой Афанасий так и не увидел в земной жизни примирения со своими несправедливыми судьями. 80. Деяния антиохийского поместного собора включены в книгу правил, а ответственность за гонение на святого отца по справедливости лежит на Арианах, а не на обманутых ими православных. 80. Святой Кирилл Александрийский тоже прославляется церковью за свое стремление к миру. 80. После Третьего Вселенского собора вся антиохийская церковь оказалась в отделении. 80. В деяниях Третьего Вселенского собора есть однозначное осуждение собора антиохийской церкви за несогласие с низложением Нестория. 80. Однако святой Кирилл понимал, что большинство антиохийских отцов православных и их действия не могут стоить разделения. 80. Поэтому святой Кирилл предпринял миротворческую переписку с антиохийским архиепископом Иоанном. 80. Эта переписка увенчалась успехом и мир был восстановлен, а упорные последователи Нестория окончательно разорвались церковью. 80. С антиохийской стороны миротворцем стал блаженный Феодорит Кирский, который составил примирительное исповедание веры. 80. В своих миротворческих усилиях святой Кирилл Александрийский даже допустил дерзновение. 80. Он заявил о примирении, не опросив всех отцов-участников Третьего Вселенского собора. 80. И такое дерзновение святого отца было всеми признано. 80. Из этого примера видно, что когда вера исповедуется православно, то следует больше стремиться к миру и единству, чем измерять несомненный грех противной стороны и требовать покаяния. 80. Однако, иногда Господь не только не благословляет примирение, но даже поддерживает разобщенность ради исправления греха. 80. Это касается не только ереси, но даже обычных внутрицерковных разделений. 80. Такой случай описывается в священной истории Сульпиция Севера, книга 2, глава 46. 80. Тогда, в конце 4 века, некоторые гальские и испанские епископы настояли, чтобы гражданская власть казнила сектантов. 80. Но святой Мартин Турский резко выступил против зарождающейся инквизиции и прекратил церковное общение со сторонниками казни. 80. Царь приложил очень большие усилия, чтобы уговорить Мартина примириться с остальными епископами. 80. Можно предполагать, что царь был искренен в своем желании мира. 81. Однажды святой Мартин дожидал согласия на примирение, но затем признал это ошибкой и вновь отделился. 81. В Сульпиции Север повествует, что святому Мартину было видение ангела со словами одобрения его действий. 81. Однако, за то, что он допустил хотя и краткое, но ложное примирение, от святого Мартина была отнята прежняя сила исцеления больных. 81. После этого святой отец прожил еще 16 лет и не участвовал в собраниях епископов или синодах. 81. Разумеется, что сам святой отец и остальные епископы были православными. 81. Этот случай говорит о том, что когда грех мешает единству, то нельзя закрывать глаза на грех и лучше отложить объединение на неподготовленной основе ради будущего великого, славного и прочного мира. 82. Вина за продолжающееся разделение в этом случае лежит на немногих виновниках греха, а не на разделенном этим грехом множестве православных. 83. Не может быть иного истинного примирения без возвращения к подлинному исповеданию, то есть без примирения с Церковью Небесной. 84. А все другие примирительные усилия оказываются ложными и порождают лишь новые смуты. 84. Когда ради мнимого церковного мира многие пытались забыть и отменить Четвертый Вселенский Собор, то этот компромисс лишь породил новые разделения. 85. Сторонники ложного примирения с монофизитами, то есть сторонники Энатикона, однозначно осуждались Церковью, однако в те годы были разделения и среди православных. 85. При патриархах константинопольских, святых Ефимии и Македонии многие оказались в разделении со своими архиереями. 86. В церковной истории Евагрия-Схоластика, книга 3, глава 31, говорится, что патриарх Македоний составил исповедание, где была правильно изложена православная вера. 86. Однако умалчивалось о Четвертом Вселенском Соборе. Патриарх таким путем пытался уврачевать среди своей пасты склонность к монофизитству. 86. Однако для православных ревнителей это было недопустимо. 87. Тогда монастыри в окрестностях Константинополя отделились от патриарха. 87. Ивагрий-Схоластик упоминает об этом кратко, а профессор Болотов в труде лекции по истории Древней Церкви уточняет, что в те годы почти в каждом городе были православные ревнители, которые не находились в общении со своими епископами, а считали себя единомышленниками римского епископа за его твердость в отстаивании Четвертого Вселенского Собора. 87. Профессор Болотов приводит свидетельство, что когда посланцы римского епископа приезжали в восточные города, то они останавливались у ревнителей, а самих восточных архиереев избегали. 87. Видимо, никакие слова о канонической территории и зарубежном вмешательстве не могли сами по себе примирить церковь. 88. При этом сами патриархи Ефимий и Македоний сразу стали почитаться и почитаются во святых. 88. Это разделение закончилось в 519 году примирением и с римской церковью и с ревнителями. 88. Поначалу римская церковь потребовала исключить патриархов Ефимия и Македония из диптихов за их компромиссы. 89. Однако Константинопольская церковь решила, что эти патриархи были православными и внутрицерковное разделение не было ничьим отпадением в ересь, как не было и ничьим раскольничеством. 32. Следующее по времени внутрицерковное разделение произошло во время и после Пятого Вселенского Собора из-за спора о трех главах. 33. Большинство противников осуждения трех глав были православными. 34. Собор с пониманием отнесся к ним и не судил самих защитников трех глав. 35. Этот спор привел даже к временному разрыву между Римом и Константинополем. 35. После их примирения и одобрения Римом Пятого Вселенского Собора возникла смута в Западной Европе, в Западной Церкви. 36. Большинству на Западе казалось, что Пятый Вселенский Собор допустил уступку монофизитству. 36. Из-за этого все церкви в Африке, Испании, Галии, Северной Италии оказались в разделении с Римом и Константинополем. 37. На соборах епископы этих земель сурово обвиняли римского епископа за осуждение трех глав и называли его неправославным. 38. Конечно же, они были неправы, однако римские епископы сразу начали примирительные усилия. 39. Многие годы римские епископы один за другим обращались к противникам и умиротворяющими посланиями. 40. И в Риме, и в Константинополе поступали мудро и не осуждали неразумных. 40. Особенные примирительные усилия прилагал римский папа Святой Григорий Великий. 41. У профессора Болотова есть упоминание, что Святой Григорий Великий не считал защитников трех глав отпавшими от церкви и поддерживал общение с теми, кто желал этого. 41. В его глазах их действия не могли оправдать суровости в отношении к ним. 42. Ради мира, в истине, Святой Григорий даже допускал умолчание о Пятом Вселенском Соборе. 42. Окончательное примирение произошло сразу после Шестого Вселенского Собора. 43. Свидетельством о том, что противники осуждения трех глав считались православными, является житие святого священно-мученика Ерменингельда. 44. Церковь, где подвязался святой мученик, тогда была против осуждения трех глав и находилась в разделении с Римом. 33. Сразу после Седьмого Вселенского Собора возникло разногласие в церкви по поводу признания священного сана за теми, кто был рукоположен за деньги. 34. Святой Феодор Студит в письме к Арсению сыну упоминает, что святой патриарх Тарасий допустил таких тогда священнослужения после эпитемии, но это вызвало большое недовольство среди монашествующих. 34. В 796 году в Константинополе возникло церковное разделение, вызванное незаконным венчанием императора Константина, 35. Когда он заточил в монастырь свою жену и приказал венчать себя на другой. 35. Патриарх Тарасий не признал это венчание, но поначалу не запретил совершителя этого беззакония. 36. В письме к Симеону монаху преподобный Феодор говорит, что он сам и многие монашествующие, 36. Разорвали за это общение с патриархом Тарасием и были сосланы гражданской властью в ссылку. 36. Но патриарх стремился к встрече для умиротворения спора. 37. В письме святого Феодора к Никифору-патриарху он кратко описывает тяжелую беседу монашествующих со своим предстоятелем. 38. Беседа началась резкими обличительными словами святого Феодора. 39. Да не будет нам части с тобой ни в семь веке ни в будущем, потому что ты без различия допускаешь прелюбодея иметь общение с твоей святостью. 39. В ответ на эти сильные обличительные слова святой Тарасий не разгневался, но наоборот, начал уговаривать монашествующих и заверять их в своей верности. 40. В письме к Симеону-монаху преподобный Феодор сообщает, что патриарх даже одобрил действия монашествующих. 40. Мудростью святого Тарасия мир сразу был восстановлен, а совершитель беззаконного венчания был запрещен священнослужением. 40. Однако через 9 лет, в 806 году, при следующем патриархе Никифоре, под давлением государственной власти, беззаконник был снова разрешен и стал священником Великой Церкви. 41. Преподобный Феодор со своими единомышленниками поначалу убеждал нового патриарха исправить ошибку. 42. Когда же это не удалось, то разделение возобновилось. 43. В письме к Афанасию сыну святой Феодор описывает, как за твердость против пролюбодейного брака он и другие егумены с монашествующими едва епископа были низложены и отправлены в ссылку. 44. Сам святой Феодор Студит был при этом анафематствован на архиерейском соборе. 45. Хотя открыто святого Феодора поддержали очень немногие, но велико было сочувствие его страданиям за правду. 45. В 811 году состоялось примирение. 45. Священник, совершивший беззаконный брак, был снова запрещен, а святой Феодор написал письмо всем своим единомышленникам, где призывал их признать патриарха. 45. Примирение святого патриарха Никифора со святым Феодором Студитом оказалось чрезвычайно прочным. 46. Когда в 815 году по приказу царя вновь началось иконоборческое гонение, то самыми верными единомышленниками изгнанного патриарха Никифора стали ученики святого Феодора, то есть прежние противники. 47. Преподобный Феодор писал патриарху преисполненные братских чувств письма, а когда им удалось встретиться после нескольких лет изгнания, то бывшие противники рыдали от радости встречи. 47. Оба бывших противника закончили свою жизнь в изгнании как исповедники и канонизированной церковью. 48. Но примирение всех их сторонников было не очень простым делом. 48. В письме святого Феодора Студита к Антонию Игумену монастыря святого Петра и находящимся с ним от 811 года он обращается к тем своим ученикам, кто продолжает испытывать на себе гонение, несмотря на происходящее примирение. 49. Святой Феодор убеждает их войти в общение с патриархом и епископами и говорит, что в противном случае, цитата, «мы не одержим победы, но, может быть, излишне стремясь к справедливости, потеряем и то благо, которого достигли прежними трудами». 50. В этом же письме он уверяет своих ревнителей, что они гонимы за правду и что через отношение к ним открывается, кто из архиереев истинные пастыри, а кто чуждые епископы. 50. Из этого письма Феодора видно, что его примирению не помешало гонение со стороны чуждых епископов, но при этом он относился с пониманием к сдержанности и осторожности тех своих единомышленников, кто спешил с воссоединением. 35. В письме, убеждающим воссоединиться с патриархом, нет никакого приказа или насилия, но есть много братолюбия и понимания своих братьев. 35. Вскоре после торжества православия над иконоборчеством возникло новое разделение внутри церкви. 36. Во главе каждой из сторон стояли канонизированные церковью патриархии Игнатий и Фотии. 37. В кратком житии святого патриарха Игнатия сказано, что он был низложен под давлением царской власти за обличение беззаконий Кесаря Варду. 38. Епископы избрали в патриархии Фотия, однако такое вмешательство царской власти вызвало большое возмущение среди монашеств. 39. Профессор Лебедев указывает, что патриарха Фотия не признали несколько главных монастырей и пять митрополитов. 40. Уходящий патриарх Игнатий запретил священнослужение всем, кто признает это беззаконное смещение. 41. Однако новоизбранный патриарх Фотий не был вольным сторонником удаления своего предшественника. 41. Его заставили принять патриаршество. 41. В случившемся разделении большинство было на стороне патриарха Фотия. 42. Однако противная сторона имела сильнейшую опору в монашестве. 42. Кроме патриарха Игнатия, одним из главных противников патриарха Фотия был Николай, 42. Игумен Студийский и ученик святого Феодора Студита, канонизированный церковью, память 4 по новому стилю 17 февраля. 42. В 867 году патриарх Фотий был после государственного переворота низложен, и на патриарший престол вернулся патриарх Игнатий. 43. Большинство противников были низложены. При этом низложенный патриарх Фотий смиренно прекратил служение и терпеливо ждал справедливости и примирения. 43. Его терпение в перенесении собственного низложения расположили к нему сердца большинства народа и духовенства, 44. И поэтому перед смертью патриарха Игнатия были сделаны большие шаги к примирению. 44. Когда после смерти патриарха Игнатия патриарх Фотий вновь занял престол, 44. То разделение постепенно завершилось миром. 45. Церковь ни одну из сторон не посчитала раскольниками, но считает во святых тех и других. 45. Оба первосвятителя почитаются каждый за свою добродетель и каждый за свое проявление ревности, 46. А их ошибки – это ошибки в значительной степени невольные. 36. В начале X века Константинопольская церковь принесла еще одно внутреннее разделение. 47. Когда император Лев Мудрый вступил в четвертый брак после смерти трех своих жен, 47. А патриарх Николай Мистик отказался его признать. 48. Тогда патриарх Николай был низложен и на его место был избран Ефимий, 49. А римский папа утвердил четвертый брак. 49. Возникло большое разделение в церкви с длительными смутами. 49. Сторонники патриарха Ефимия ссылались на правила западной церкви, 50. Позволявшие четвертый брак в случае смерти предыдущих жен. 50. В свою очередь сторонники патриарха Николая указывали на прямое запрещение 50. Четвертого брака правилами восточной церкви. 50. Разделение продолжилось и в то время, когда патриарх Ефимий был низложен, а на его место был снова возвращен патриарх Николай Мистик. 51. Профессор Лебедев в книге «Очерки внутренней истории Византийской восточной церкви» в 9, 10 и 11 веках стоит в значительной мере на стороне Николаитов. В одном месте он даже называет Ефимитов отступниками. Однако было бы ошибкой считать раскольниками любую из партий. 52. В томосе «Единение», изданном Примирительным собором в 920 году, нигде нельзя увидеть, что речь идет о принятии раскольников. 53. Этот томос вошел в полное издание славянской кормчей. 54. В нем говорится только об умиротворении внутрицерковных споров, и им отныне запрещается признавать четвертый брак. 54. Кроме того, в житие святого Василия Нового можно увидеть притимые и убедительные порицания патриарха Николая в начальный период его патриаршества. 55. И наоборот, поддержку тех, кто принадлежал к противной ему партии. До и после собора 920 года патриарх Николай обращался к своим противникам в письмах с большим братолюбием. Он предлагал им ради мира оставить патриаршество и сдерживал своих неразумных сторонников-гонителей. 56. Внутренние отношения патриарха Николая к миру хорошо выражаются в следующей выдержке из его письма. 57. Его приводит в своем труде профессор Лебедев. 58. Я нахожусь в крайнем недоумении, и как в непроходимом море ношусь между теми и другими, 58. Устремляя свой взор единственно к божественному промышлению и управлению, 59. Так как всякое человеческое искусство бессильно. 59. Оставить своих и перейти к противникам было бы странно и безрассудно, 60. А нежелание отделившихся повиноваться нашему слову против воли нашей удерживает от соединения с ними. 59. Из этих слов следует, что патриарх ради мира даже допускал мысль о своем переходе к противникам. 60. Даже после того, как часть ефемитов после собора 920 года отказалась от примирения, патриарх Николай, а затем его последователи проявляли к ним кротость и не считали их раскольниками. 60. К ним относились как к братьям, которые пока внутренне не готовы к примирению. 61. И действительно, ведь одно дело новое разделение, а другое дело, когда сохраняется прежнее положение вещей из-за какой-то чрезмерной осторожности. 61. И лишь в самом конце 10 века и уже многое после внесения патриарха Ефимия в гиптихе на соборе были осуждены те, кто не соглашался на примирение. 62. Таким образом, церковь ждала мира почти 100 лет, не осуждая того, кто был не готов к миру. 37. Середина и конец 13 века стали временном почти непрерывных смут в Константинопольской церкви. Это было время разделения между ревнителями и политиками. 38. Особая силы разделения достигла после изгнания государственной властью патриарха Арсения в отместку за его обличение. 39. Часть церкви не могла признать смещение и поддерживала незложенного. 40. Неоднократно случалось, что когда на патриарший престол восходил патриарх из политиков, то ревнители разрывали с ним общение, а политики обвиняли их в расколе. 40. А когда патриархом становился ревнитель, многие политики низлагались и изгонялись. 40. Зелоты и их противники несколько раз чередовались, поэтому совершенно бесплодными становятся попытки решить, кто и когда оказывался раскольником. 41. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы преодолеть эту смуту. 38. Еще больше смут происходило в Константинопольской церкви во времена турецкой власти. В основном они происходили из-за вмешательства иноверной власти в дела церкви, или из-за того, что кто-то пытался втянуть советскую власть в борьбу против своих единоверных братьев. Истории известны разделения 1467 года между последователями патриархов Марка II и Симеона I из-за подозрений в подкупе власти. 40. Разделение 1504 года между последователями патриарха Пахомия I и Иоакима I. 41. Разделение 1522 года между патриархами Иеремии I и Иоанникием I. 41. Разделение между патриархами Митрофаном I и Иеремией II. 42. Причем на стороне первого затем оказывались патриархи Пахомий II и Феолипт II. 43. Также затем низложенные и много других подобных разделений. 44. Такие смуты продолжались многие годы. 44. Так что часть духовенства признавала одного низложенного турецкой властью патриарха, а часть духовенства другого. 39. Особенно тяжелым было положение в XVII-XVIII веках. Тогда смуты, нестроения и низложения патриархов шли сплошной чередой. 44. Например, патриарх Кирилл I шесть раз избирался на патриаршество и пять раз был низложен. 45. Патриархи Парфений IV и Дионисий IV избирались по пять раз, а несколько патриархов занимали кафедры по четыре и три раза. 45. Внутренние смуты в те годы стали непрерывным страданием церкви. 46. Однако эти смуты промыслительно удерживали патриархию от впадения в полную зависимость от иноверной власти, поскольку народ ни за что не признавал своим первосвидетелем того, кто был назначен сверху, вопреки его воле. 46. Церковная история дает и множество других примеров внутрицерковных разделений. 47. Они случались на протяжении всей жизни церкви во всех православных народах и государствах, и они не должны повергать в отчаяние верующих. 48. Ведь если после рассмотрения прежних внутрицерковных разделений обратиться к разделениям XX века, 47. То можно увидеть, что они во многом сходны по своей природе. 48. Все, что много раз случалось раньше, то же самое происходило и в XX веке. 49. Здесь было и насилие гражданской власти со стремлением починить церковь своей воле, и даже вообще ее уничтожить. 49. Были и смещения неугодных, и назначения патриархов вопреки точному следованию правилам церкви. 50. Случались и подписания неправославных документов, как убежденно, так и невольно. 51. И как следствие этого были разделения, а они неизбежно должны были случиться, как и происходило в истории. 51. Мы видели и обвинения в расколе, с одной стороны, и ответную, неразумную резкость в суждении, с другой стороны, 52. Когда обвинения обращались не только против достойных этого, но и против невинных. 52. Это означает, что и примирение должно происходить так же, как оно и происходило ранее в истории. 53. Самое главное, чтобы это примирение имело твердую основу. 54. Примирение будет твердым, если дано будет правильное изложение, и на каких принципах оно устанавливается. 55. Одновременно оно должно быть и разумно умеренным. 55. Необходимо будет и указать, что исключает это общение, чтобы ни у кого не могло возникнуть сомнения в его принципиальности. 55. В истории часто бывало, что одна сторона посылала общительные грамоты другой стороне со своим изложением и ждала ответа. 55. Тогда другая сторона должна была или принять это, или отвергнуть, возложив на себя ответственность за продолжающееся разделение. 56. И случалось, что прочное примирение этим достигалось лучше, чем длительными переговорами с согласованием формулировок. 56. Но в любом случае примирение обязано быть искренним и всенародным, то есть ненавязанным сверху. 57. Оно должно полагаться на твердом камне чистого исповедания. 58. Ведь истинная вера и есть то, что объединяет и примиряет. 58. Если вера исповедуется правильно, то в остальном можно и нужно, сколько допустимо, уступать ради мира с пониманием и братской любовью, относясь к осторожным и ревностным. 59. Ведь миротворцы строят здание мира во Христе, а ревнители устраивают твердое основание для этого мира. 60. Ради примирения нужно идти на большие личные жертвы, призывая и других быть жертвенными в этом святом деле. 60. Тогда еще раз исполнятся слова послания к 6 Вселенскому Собору 125 западных епископов. 61. Милосердный Бог удостоит даровать временам нашего светлейшего счастья, совершать это дело, воссоздать разрушенное в здании Церкви Божией, соединить в союзе истины разделенное, 62. Связать в любви апостольской веры разъединенное, собрать в единстве господство апостольской истины рассеянное. Евангелие от Луки 13.3.5 Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Ниемя 1.6 Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Евреям 2.1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Настроиться на нужную волну, услышать сос, спасите наши души, припомните, как многие в плену, успеть бы вовремя их камеру разрушить. А камера у каждого своя, и в ней привыкли гнить и размножаться. Иной живет, простите, как свинья, не помышляя о конце, о жатве. Они не думают о душеньке несчастной, и даже отрицают бытие ее, хватают ненасытной пастью, к ним можно достучаться лишь битьем. И ломятся тогда от волн борта, и рубят мачты, груз за борт швыряют, вода не снизу, до ноздрей, до рта, смерть сейнер раненый подтягивает к краю. Услышится ли стук тире и точек, и кто отыщет в мареве туманном, кто рисковать с собой за нас захочет, подвоха не страшась или обмана. Лишь небеса клубятся темнотой, и вал за валом, не спросясь в каюту, последняя с наркозом за тобой, не обещая пухом стать уютным. Младенческий Христу доверься сразу, отбрось за борт сомнения, не тони, неверия есть худшая зараза, в которой добровольно можешь сгнить. Иисус, я верю, ждал ты не напрасно, мой сос, его коснулся и не сгинул, расцеловал, переодел на Пасху, глухонемой поет счастливый гимн. Волна несчастья вынесла к спасенью кровь Иисуса, выкуп заплененных. Другим вещаю, сею Божье семя, где свет Христа, там сгинули потемки. 12 мая 2006 год. Игнатий Лапкин. Другим вещам.